Я родилась 7 марта 1953 года, то есть в день и год похорон Сталина. Прошло известие, значит, по радио знали, что умер Сталин. Там вой, хоть и ссыльный край был, кого там только не было из ссыльных, все равно был вой, быть женщин. Боже, как мы будем жить? И мама моя туда же приходит домой, зареванная вся. Папа ей говорит, ты-то что плачешь? Мы-то радоваться должны. Мы уедем скоро отсюда. Этот ребенок нам принесет свободу. Ну, в общем, так оно и вышло. Так оно и вышло. Он сразу уже стал писать во все инстанции. Он хотел, чтобы его в партии восстановили. Он не собирался мириться с такой несправедливостью. Он, в принципе, такой боец. И вот, ну не сразу, но через два года с небольшим, пришла реабилитация. Да, и вот мы и тогда и поехали в Красноярск. Почему в Красноярск? Потому что там уже его жили родственники. У него пять братьев. Там братьев и сестер. И родители. Дома эта тема звучала довольно часто. И приезжали к нам папины друзья по ссылке. Совершенно замечательные люди, которых мы всегда были рады видеть в своем доме. Все. И даже если было тесно, а было тесно, потому что мы поначалу, когда возвратились из ссылки в 1956 году, когда реабилитировали папу, то получили комнату в 15 метров в бараке на улице Лагерная. То есть такое название символичное для нашей семьи. И вот в этих 15 метрах мы жили вчетвером. Я, мама, папа и брат мой старший. И вот и гости когда приезжали. Но никому не было тесно. Все ночевали у нас. Не было, конечно, разговоров в никаких гостиницах. Мама стелила то, что было в семье. Там всякие пальто. Польты, как говорили. Телогрейки, там какие-то половики на пол. И все спали. Было очень весело, всегда интересно. И поскольку я была ребенком в семье поздним, младшим, то они, папины друзья, ко мне относились как будто к внучке своей. И я себя очень комфортно среди них чувствовала. Это были люди, которые тоже были в ссылке на Ангаре. Это были и кремлевские врачи, и кремлевские фотографы. Эмма Карловна, латышка, она была из научного мира. Но это было у нас дома. Я, как всегда, тут крутилась около взрослых. Вроде играла в какие-то свои там игрушки. У меня место для моих игр был чемодан фанерный, с которым папа из Воркутлага вернулся. И он оказался очень удобным для моих игр. Или под столом. Я еще любила все время сидеть, играть. Стол был до самого низа застелен или клеенкой, или скатеркой какой-то. И я там как бы ощущала свое личное пространство. Хоть маленькое, да мое. И вот, играя таким образом, я как бы... А дети всегда прислушиваются к тому, что говорят взрослые. Вот и я и слышала такие разговоры. И вот, сидя под столом в своем пространстве, я вот это все себе представляла. Я слышала, например, и помню хорошо, что папа рассказывал кому-то из своих друзей про пытки, через которые он прошел в бутырках. Он находился, когда под следствием, то сидел в бутырской тюрьме. Вот это я помню. И он рассказывал, что... Какие пытки применяли ласточку, например. А я еще потом спрашивала, а как это ласточка? Почему ласточка? Ну, вот мне объяснили, что такое ласточка, да, когда выворачивают руки, и вот так человек висит. Потом у него, значит, суставы... Ну, вот эти суставы плечевые, они выскакивают напрочь. Он рассказывал первое про пытки, а второе про то, что не надо упорствовать. Подписывай. Он говорит, мне так написал такую записку, его друг, который перед ним прошел через все это. И он ему советовал не упорствовать, потому что забьют до смерти, а потом расстреляют, чтобы скрыть вот эти следы пыток. Ты подписывай, что тебе дают, хоть живым останешься. Все равно отсюда ты не выйдешь. Ну, вопрос только в том, что выйдешь ты живым или мертвым. Или тебе 10 лет без права переписки, что равносильно расстрелу. Или тебе все-таки 7 лет воркутлага, но ты будешь жив. Ну, вот, видимо, так он порассуждал, решил признаваться, уже подписывать все. Я постоянно слышала, да, слово коми, и я не понимала, что такое коми. Коми АССР это значит. Я потом у мамы спросила, мама, что такое коми, вы говорите все время. Это то место, где мой папа был в лагерях. И еще был такой рассказ, который меня тронул, конечно. Это вот я в школу еще не ходила. Папа рассказывал, а он был натурой артистичной и очень ярко рассказывал. И вот это я запомнила хорошо. когда он был вот как раз в коме, да, в воркутлаге, он, его поначалу гоняли на общие работы на лесоповал, но специалистов все-таки ценили там вот в лагерях. А поскольку он был инженером-металлургом, то, значит, ему доверили возглавлять ремонтную мастерскую по ремонту лесовозов. И не было там деталей, чтобы их можно было заменить. Значит, приходилось выдумывать из ничего вот эти детали для того, чтобы лесовозы могли работать. И он вот это все выдумывал, и лесовозы работали. И благодаря такой работе он выжил, конечно. Он бы на общих работах просто не выжил. И у него, значит, да, и в лагере был такой человек, бывший летчик. Вот мне запомнилось в детстве, что его фамилия Соколовский. Почему-то мне так запомнилось. Но потом оказалось, что он Веселовский. Вот, и папа говорит, вот он рассказывал кому-то из своих друзей, что он был доходягой. Вот того гоняли постоянно на общую работу. Он здоровый, высокий, говорит, молодой и красивый. И мне, говорит, стало его жалко просто. Я понимал, что он погибнет, и я хотела его спасти. Но как он может его спасти? Я, говорит, у него тогда спрашиваю, ты кузнецом когда-нибудь был, что-нибудь понимаешь в работе с металлом? Он говорит, нет. Говори, что понимаешь, я тебя научу, и я возьму тебя в лабораторию к себе, ну вот в эту мастерскую. Ну, он говорит, да я не смогу. Ну, ты, говорит, помереть, что ли, хочешь? Говори, что умеешь. Ну, короче, взял он его к себе работать, научил, тот быстро очень все схватывал, всю эту науку, и стал он у него работать, и как-то стал поправляться, в общем, как-то взгляд стал веселее. Но когда было, допустим, голубое небо, да, ясное, и он так смотрел своими голубыми глазами на это небо, у него наворачивались на глаза слезы. Он не мог смириться с тем, что он не может летать по этому небу. Он не мог смириться с тем, что он вынужден находиться в лагере. За что? За то, что он попал в плен. Он был сбит, значит, фашистами во время войны и попал в плен. И потом он из плена бежал несколько раз, выбежал, значит, вырвался из этого плена и попал в наш лагерь. Всем было плохо, но, говорит, папа, я, говорит, смотрел и понимал, что ему было хуже всех, как в еврейском анекдоте. И потом я заметила, что он себе точит что-то там, вытачивает. И я, говорит, понял, что он готовит побег. Я к нему подошел и говорю, бесполезно это, не убежишь никуда отсюда, поймают, собаками затравят. Еще и мне попадет за тебя. А я этого не хочу. Он говорит, я хочу остаться жить. Но он ему ничего не сказал, но таки совершил побег. Выгнали всех ночью на поверку, кто именно сбежал, чтобы знать. Ну и папа понял, что это он. Его поймали. Страшно избили, конечно, там собак натравили при поимке. И потом его проводили сквозь строй, чтобы другим неповадно было. Ну, то есть, как классически, с доской такой на груди, что, мол, я вот бежал. И когда он проходил мимо папы моего, он сказал, а они как бы, они, ну вот мой папа часто пел ари из опер, поскольку у него тенор был такой. Видимо, тот тоже был человеком просвещенным по части музыки, да, и оперы в том числе. И когда он проходил мимо папы, он ему сказал из, значит, строку, из Пушкина, из Пиковой дамы, из Арии Германа, «Пусть неудачник плачет, кляня судьбу свою». И прошел. И дальше вот все, как бы вот это был конец рассказа. Что было дальше, я не знаю. Но сам вот фрагмент вот этого папиного какого-то большого воспоминания, он мне запал в душу. А вообще его арестовали в Москве. Он после Томского политеха работал потом на Челябинском тракторном заводе и с Арджиникидзе вместе. И потом вот он уже работал в Снеид Маше, там отдел редуктор, и проводил испытания. в то время строили метро, и была проблема с вагонами метро. Он должен был в 1940 году защищать докторскую диссертацию. Он придумал такие усовершенствования там для, я не не очень в этом разбираюсь в технических вопросах, для шестеренок или шестеренки, для того, чтобы колеса меньше снашивались, грубо говоря, чтобы амортизация была другая у колес вагонов метро. И такого совершенствования не было на заводах Форда. Об этом есть научные статьи написаны. Вот он это придумал, и он с этой темой должен был защищать докторскую диссертацию в 1940 году, в начале 1940 года, уже в плане он стоял. Ну и тут товарищ, который у него работал в лаборатории на Матищинском вагоностроительном этом заводе, он на него написал донос, что кто это будет защищать докторскую диссертацию, да он же троцкист, да его же уже выгоняли два раза из партии, да он же враг, и его арестовали в октябре 1939 года, а тот вместо него защитил докторскую диссертацию. Про сам момент ареста я, к сожалению, ничего не знаю, как-то не звучало это никогда при мне, но знаю, что Нина Филипповна, вот его жена, да, а папа уже был женат, он в Томске, значит, женился Нина Филипповна, у него была жена, вот вместе они уже дальше уехали в Челябинск, детей у них не было, она его очень любила, и когда его арестовали, она стала обращаться во все инстанции, колотиться просто, доказывая, что он не виноват, и, видимо, она так настойчиво колотилась, что ей самой, ее арестовали саму, и ей, вот ему дали 7 лет в Аркутлага, а ей 10 лет, и отправили в женские лагеря на Урал, она была уже в возрасте, она старше папа, и она, и она там работала на лесоповале, вот они сучья рубили женщины, и на нее упала лисина, ей раздробило ногу, колено, она стала инвалидом, между ними нет и не могло быть никаких контактов, она не знала, где он, а он не знал, где она, не разрешалась ни переписка, ничего, они потеряли друг друга навсегда, но, значит, в личном деле отца я, к своему удивлению, обнаружила письмо от Нины Филипповны, она писала уже в органы, в КГБ, что я сейчас больная, что я инвалид, что я нуждаюсь в помощи, пусть он, если он жив, пусть он мне напишет хоть какую-то весточку, потому что я его всю жизнь любила и ждала и мечтала о том, что мы увидимся снова. Она потом после реабилитации к своей сестре приехала, родной, у нее больше не было никого, это вот Кемеровская область. Вот папу разыскали в Мотыгина, он прочитал это письмо и с мамой уже советуется, как быть, ну вот как быть. и потом, ну он ей написал, ответил, я уж не знаю, что он ей написал, но понятно, что уже когда появился ребенок, а я была единственным в его жизни, да и маму он мою любил, ну так жизнь сложилась, что делать. У нас в семье, я уж не знаю, каким-то чудом сохранился этот портрет, ну прямо вот портрет вот в паспарту таком картоном был такой с коричневым оттенком, как сейчас помню, значит там папа изображен вот в томские годы, когда он был аспирантом, он такой интересный очень был, и вот Нина Филиппова у нас с ним рядом. И мама с ревностью относилась, конечно, к этому портрету, ну и вообще к папе и она отстригла, отстригла значит эту Нину Филипповну и осталась фотография, где вот папа, он к ней был наклонен и на его плече вот так вот чуть-чуть там чьи-то волосы, ну как бы непонятно чьи, но во всяком случае лица Нины Филипповны не было уже. И это было так, ну забавно как-то. И я, ну еще маленькая была, я все время говорю, мам, ну зачем ты это сделала? Ну все равно видно, что кто-то есть. Ну и решили, что будут ей помогать материально и лекарства будут посылать, ну что он, конечно, останется здесь уже с этой семьей. Так вышло, так сложилось. Но больше они мне не звонили и никто не приезжал. Может быть, они все-таки посчитали как-то обидным, что ли, что вот она его любила, а он как-то вроде ее бросил. Ну я не знаю, бог им судил. Очень сложно судить таких людей. И вот я вообще думаю, как бы уже по своей жизни, как мы, какое у нас есть моральное право судить людей, которые прошли через войну, через лагеря, через вот эту гражданскую войну и революцию, что они поступили так, а не эдак, как нам кажется, с позиции современности. Да мы не были в той шкуре, мы даже не представляем, что это такое было. Поэтому у нас нет никакого морального права судить их. Вы сами дело видели? Да. И мне фотографии из дела дали, там кое-какие документы. Причем фотографии, вот фасы в профиль, на момент ареста и после семи лет в Оркутлага. Ну, разница большая. Я, когда их увидела сразу, то, конечно, слезы из глаз брызнули сразу. То есть укатали сивку крутые горки, что называется. То есть это возраст у него какой был? Ему было 40 лет. 40 лет. Сколько он мог бы еще сделать? Если бы он в 40-м году защитил докторскую, так он бы уже кем был. Потом, будучи человеком, одаренным по многим, так сказать, параметрам. Короче, он, когда приезжает домой, не в Красноярске еще родственники жили, а там в Красноярском крае Орешное. И вот папа туда приехал. Ну, в чем он мог быть? В телогрейке какой-то драной, вот с этим фанерным чемоданом, а на ногах, вот он всегда говорит, ЧТЗ, вот чего такое ЧТЗ? Это значит от автомобильных покрышек резина, вот так, обмотанная веревками, вот в таком виде. А знаете, как расшифровывается ЧТЗ? Скажите. Челябинский тракторный завод, да, ЧТЗ. Вот такие обувки были. Ну, и, естественно, худой и изможденный. И вот он, значит, приезжает, заходит в дом, они переписывались уже тогда перепиской, с родителями разрешили. А бабушка думала, что это, ну, там ссыльных было очень много, всех национальностей, особенно Прибалтов, в тех краях, Саянский район. А бабушка думала, что это, ну, попрошайка просто пришел и говорит, вы в дом не проходите вот тут вот, посидите, я вам сейчас вынесу покушать. Как это папе было слушать. И тут дед, глухой наш дед, из комнаты выходит, вот что значит родная кровь, да, выходит из комнаты, вот так смотрит, а папа молчит. А дед на него смотрит вот так и говорит, Ленька, что ли? Он говорит, да, папа. И вот тут вот они вот обнялись, вот такая была сцена. И там была такая история, это мне уже потом рассказывала тетка. Моя вот, она папина младшая сестра. У них была большая очень разница в возрасте, то есть папа уже вернулся из Воркутлага, она еще в школу ходила. То есть вот так, она вот сейчас еще, она жива, одна из них, из них, из всех. Вот она мне рассказывала, что была такая сцена просто, когда уже папа вернулся после всех отсидок в Москву вот он приехал и был у них то ли вечер встречи, у них был выпускников, то ли, я не знаю, какое-то было большое мероприятие, на котором и этот вот тоже был, который вот доносчик, ну там же все знали в общем эту всю историю, а этот доносчик, он уже стал член кором и он не знал, что папа жив, он вообще о нем думать забыл. И это ему никто не сказал из друзей папиных. И когда, значит, там произносили тосты, папа к нему подошел, так потихоньку, с бокалом шампанского и говорит, а теперь я хочу выпить за вас. Понимаешь, и тот повернулся и увидел его, и узнал, конечно, и рухнул, говорит, просто упал, вот как стоял, так упал. Ну важно, что такая сцена, произошла, что папа же на него не набросился, не накинулся, не стал там никаких сцен, он бы мог его раньше увидеть, папа, и он не захотел с ним ничего не выяснять, не вспоминать. А вот эта работа, которую вы принесли, чтобы я почитала, это работа вашей дочери Анастасии? Ну мы вместе делали, да. А почему там написано, что он умер и скорая не смогла спасти? А вот не знаю, наверное, ей захотелось, чтобы был такой финал, наверное, так. Ну, чтобы как, хотя бы вот сейчас какая-то справедливость восторжествовала. Ну как разрыв сердца и все, да. Ну так бывает. Может так оно и было, я не знаю. Расправилась с ним, отомстила, да, за своего деда. Она его не видела никогда, да. Да. Видимо, да, такая форма мести. И, да, и желание справедливости, да, торжества какой-то справедливости. Хотя бы в конце жизни. Субтитры сделал DimaTorzok